Более десятка машин эвакуаторов и арест-площадка вместительностью на 400 автомобилей. Четыре года назад именно эта компания совместно с ГИБДД Иркутска несла службу на улицах города и эвакуировала неправильно припаркованные автомобили, которые мешали движению. Сейчас эвакуаторы ремонтируют и приводят в порядок. В сентябре им предстоит вновь выйти на службу. Как рассказывают в автопарке, чтобы патрулировать такой город, как Иркутск, достаточно всего 10 единиц спецтехники. Несколько лет назад работало от 10 до 15 эвакуаторов на улице города. И сейчас только же будет такое же количество работать на улицах города совместно с ГИБДД. В центре города кризис парковочных мест, поэтому автомобилисты ставят машины, где придется, порой даже с нарушением правил. Единственный способ избавить город от заторов, говорят сотрудники ГИБДД, это вернуть эвакуаторы. Главное не совершать ошибки прошлых лет, из-за которых патрули эвакуаторов когда-то прекратили свою деятельность. Практика такая была, то есть машины, которые были припаркованы с нарушением, эвакуировались, и за работу эвакуатора платили владельцы транспортного средства. Затем приняли законопроект о том, что эвакуация происходит за счет государства, то есть бесплатно, и за первый час хранения деньги не взимаются. Это владельцы транспортного средства. И поэтому, то есть эвакуаторы, они были все частного лица, то есть был заключен договор о оказании таких услуг в настоящий, и затем просто это стало нерентабельно. Сейчас разрабатывается законопроект, по которому оплата услуг эвакуаторов вновь ляжет на плечи владельцев арестованных автомобилей. В 2007 году, когда появились первые эвакуаторы, жители города восприняли их на ура. Например, улица Карла Маркса. В час пик сюда лучше не заезжать ни днем, ни вечером. С обеих сторон улицу сужают припаркованные автомобили. Во времена, когда работали эвакуаторы, ездить тут было гораздо свободней. Но есть и другая сторона. Многие автомобилисты выказывают недовольство тем, что в один прекрасный день могут не обнаружить свое транспортное средство. Неприятно, когда приходишь, а машины нет никаких, и непонятно, как ее найти можно. На каждого человека действуют по-разному. Ну, доведитесь даже у вас, как вышли и нет вашего автомобиля. Как бы вы среагировали? Естественно, человек начинает нервничать, начинает, как говорится, до сердечной недостаточно недалеко. Виктор Григоров – известный в Иркутске защитник прав автолюбителей. Он вспоминает, когда эвакуаторы несли патруль на улицах города, к нему ежемесячно обращались десятки обиженных автомобилистов, которые заявляли, их машину забрали незаконно. Юрист уверяет, во всем виноваты законодательства. В нем четко не прописано, в каком случае хозяин транспортного средства может отделаться штрафом за неправильную парковку, а в каком его автомобиль заберут на арестплощадку. Еще одна проблема эвакуаторов, по мнению юриста, в том, что они являются собственностью частных предпринимателей, а не муниципалитета. И бизнесмены ущут в этом деле свою выгоду. Наши обращения в прокуратуру были даже вопиющие случаи, когда мы обращались в прокуратуру, и работники прокуратуры не могли найти ни собственника арестплощадки, ни связаться с ним никак не могли. И мы видели через забор задержанное арестованное транспортное средство, но не могли никак добиться его выдачи, потому что охранники ссылаются на руководство, а руководство никаким образом мы не можем найти. Фиктивные юридические адреса, вымышленные всевозможные в несуществующих строениях. Четыре года назад, чтобы забрать свой автомобиль со штрафплощадки, необходимо было заплатить 1270 рублей. По мнению экспертов, в этом году тариф останется таким же. Так ли это, можно будет узнать только в сентябре, когда эвакуаторы начнут патрулирование. Елизавета Шагвалеева, Александр Пахомов. Новости сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok